Десять лет назад в Екатеринбурге был освящен памятник святому Серафиму Саровскому. Первое на Уральской земле скульптурное изображение преподобному находится рядом с Серафима Саровским храмом. На престольном торжестве там побывала наша съемочная группа «Слово Надежде Калининой». В этом году исполняется 30 лет со дня второго обретения мощи святого Серафима Саровского. В одноименном храме Екатеринбурга тоже есть частичка честных мощей преподобного. А во всей полноте святыню обнаружили в 1991 году в музее в Ленинграде и вернули в Дивеево. А свое маленькое Дивеево на Урале начало появляться через 10 лет после этих событий. Тогда стали строить храм в честь Саровского старца. Эта церковь постоянно прирастает новыми прихожанами. Храм очень красивый, светлый, дружный коллектив в храме. Очень нравится, как поют певчи, как отец Гермоген поет. Преподобный Серафим Саровский – это образец всепрощения, внимательного отношения к человеку, любви к ближнему. Он обладал даром и способностью, современным языком говоря, инициировать человека в целожизненную радость. После встречи с Серафимом Саровским человек приобретал другое какое-то качество. Вот это качество духовной радости и тепло, которое из этого храма разливается, мне кажется, оно должно по улицам начать истекать, и мы плоды этого обязательно должны почувствовать. Святой соединил в себе множество подвигов – и поясничество, и исповедничество, и столпничество, а также был затворником, старцем, к которому приходило за советом множество людей. Так батюшка Серафим явил православному миру красоту духовной жизни. Как и в Дивеевском Свято-Троицком монастыре, в Екатеринбурге прошел крестный ход с мощами святого. Молитвенное шествие вокруг храма собрало немало людей, ведь праздник святого Серафима Саровского в этом году выпал на воскресный день. А значит, все, кто искренне любит преподобного, смогли прийти и почтить его память, и начать свой выходной день в кругу близких по духу, посидеть за совместной трапезой на свежем воздухе, поиграть с детьми на площадке рядом с храмом и в очередной раз поблагодарить батюшку Серафима за его молитвенное предстательство перед Богом.